Всем привет, я Евгений Ковальчук и вы на канале WebDev. Добро пожаловать в новый урок, посвященный фреймворку Next.js. И в этом видео мы рассмотрим с вами механизмы сервер-сайт-рендеринга и статичной генерации страниц. Начнем с простого, а именно с сервер-сайт-рендеринг. На странице Contacts у нас уже есть функция GetStaticProps. Мы можем попробовать ее скопировать и перенести в файл Contact. Запрашивать по ID будем одного пользователя, после чего возвращать его в компонент. Если при текущей реализации мы попробуем открыть страницу, то вы увидите ошибку. Она говорит о том, что для страниц с динамическим роутингом лучше использовать метод GetStaticPath. Однако мы с вами возьмем другую функцию, которая называется GetServerSightProps. Именно эта функция и используется для синхронных запросов при SSR-подходе. В качестве аргумента принимает объект Context. Давайте сразу выведем его в консоль и посмотрим, что он содержит. Переходим в браузер и обновляем страницу. Под капотом он содержит данные о запросе и ответе. Самое важное, внутри него можно найти такие поля, как Query и Params, из которых мы можем получить значение ID. Используя деструктуризацию, вытягиваем это значение, после чего добавляем его в запрос. Таким образом, каждого юзера мы будем запрашивать по его уникальному ID. Отлично. Теперь на странице контактов при клике на имя мы переходим на страницу деталей, где отображаются полные данные о контакте. И для этой страницы мы только что реализовали механизм сервер-сайт рендеринга. Теперь переходим к странице с постами. Для этого урока я внес небольшое изменение в структуру. По сути, разметка и логика постов теперь повторяют разметку и логику контактов. То есть, у нас есть корневой файл со списком постов, где уже описана логика рендеринга. А также файл детальной страницы поста, где и будет отображаться основной текст. Для начала давайте добавим функциональность запроса всех постов. Опять же используя ресурс JSON Placeholder. Основной метод получения это getStaticProps. Его можно спокойно копировать из файла страницы контактов. Здесь достаточно внести буквально пару изменений. Для начала запрашивать мы будем посты, и их же будем возвращать в виде пропсов в компонент. Все полностью по аналогии, так что с этим проблем нет. Переходим в браузер и проверим логику. Как и ожидалось, нам возвращается список всех новостей. А вот теперь для страницы деталей поста мы заимплементим статичную генерацию. Как вы, надеюсь, помните, этот механизм должен сгенерировать статичные страницы для каждой новости. Поэтому для начала нужно определить, сколько этих страниц должно быть создано. Для этого есть специальная функция, которая называется getStaticPath. Точно так же, как и все остальные, она является асинхронной. Внутри по аналогии мы запрашиваем данные, после чего нам нужно сформировать массив путей. Делается это с помощью метода map, которым перебираются полученные данные. Каждый элемент массива – это специальный объект со свойством params, которому так же присваивается объект со значением id. Единственное, на что обращаю ваше внимание, значение id должно быть обязательно строкой. Но поскольку от сервера мы получаем числовое значение, то трансформируем его с помощью метода toString. Из функции так же возвращается специальный объект, который содержит массив pass. А так же свойство fallback с булевым значением. В нашем коде это false, а это значит, что в случае возникновения ошибки будет возвращена 404 страница. Итак, только что мы описали механизм генерации статичных страниц для нашего приложения. Теперь эти статичные страницы нужно наполнить контентом. Для этой цели используем уже знакомую вам функцию getStaticProps. Ее можно скопировать со страницы с постами. Внесем буквально пару изменений. В качестве аргумента пробрасываем объект контекст. Далее из этого объекта вытягиваем id, который хранится в поле params. Передаем id в строку запроса. И с функции возвращаем полученный объект одной новости. Переходим в браузер. Открываем страницу с постами и кликаем на любой пост. Отлично, все отрабатывает как и планировалось. Ну а теперь ключевая разница. В проекте открываем папку next. Далее кликаем на сервер и pages. В папке можно видеть все страницы приложения. Если мы откроем папку contacts, то вы увидите точно такой же файл с id, как и в самом проекте. Далее, если открыть папку posts, то в ней также будет находиться аналогичный файл. Но вот если теперь остановить проект и ввести команду yarn build для того, чтобы сбилдить его. После завершения перейти по тому же пути, открыть contacts, то там по-прежнему будет лежать только один файл, для которого мы добавили ssr. Но вот если открыть папку posts, то можно увидеть 100 сгенерированных страниц для постов. И вот это уже добавленный нами механизм ssg, то есть статичной генерации. При обращении к контактам на сервере каждый раз будет идти новый запрос, в то время как при обращении к постам будет возвращаться уже готовая страница. И в целом это все, что я планировал рассказать. Не забывайте поставить лайк, если вам понравилось данное видео, и обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые уроки. Увидимся в следующем видео, пока.